здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге виктор . инфо и сегодняшний видео выпуск хочу посвятить нашим ментальным ловушкам в которых мы бываем так или иначе каждый из нас время от времени попадает в эти ловушки я не исключение вопрос лишь заключается в том насколько мы долго в них остаемся и как быстро мы выходим из них следующий фактор интересны это насколько часто мы в следующий раз попадаем в эти же самые ловушки и так сегодня о восьми наиболее самых распространенных ментальных ловушках для начала давайте разберемся что же на самом деле представляет из себя ментальная ловушка так ментальная ловушка это накатанные и привычные наши пути по которым движется наша мысль из что самое интересное что это движение можно назвать мучительным и безрезультатным ибо попадая в эту ловушку мы сжигаем колоссальное количество времени полезного времени а мы помним что время является невосполнимым ресурсом мало того мы тратим собственную энергию не создавая никаких ценностей ни для себя ни для окружающих и так первая ловушка это упорство упорство не стоит путать с упрямством суть этой ловушки заключается в том что мы продолжаем то дело которое изначально определено на провал то есть мы заведомо знаем что это дело будет провальная но мы все равно с упорством продолжаем заниматься этим делом мы делаем то что уже давным давно не актуально и не можем прекратить потому что ну надо же доделать но не выбрасывать же на самом деле это глупая затея глупая трата и времени и сил в качестве примера упорства можно привести такой пример вы смотрите неинтересный фильм заведомо зная чем он закончится он легко прогнозируем как принципе американский боевик который понятно что один пришел и убил всех вы с упорством его досматриваете а потом себя ругаете ну зачем я сделал это вы хотите потратить время но не знаете чем себя по-другому занять очень часто люди досматривают такие фильмы а потом ругая что поздно легли спать вторая ментальная ловушка это амплификация это ментальная ловушка в которой мы оказываемся когда мы вкладываем больше сил чем нужно иногда сложится такое впечатление что мы к примеру хотим убить муху кувалду это называется перфекционизм в качестве примера приведу что человек заучивает абсолютно весь текст хотя можно было прочитать и рассказать своими словами как бы подготавливается намного больше чем нужно для достижения своей цели третье ментальная ловушка это фиксация при фиксации наше продвижение к цели заблокировано мы не можем начать или продолжить начатое дело не дождавшись какого-либо телефонного звонка не дождавшись отмашки как говорится не дождавшись какой-либо бумажки не дождавшись вдохновение и мы тратим время попусту вместо того чтобы заняться совершенно другими делами мы находимся как бы в подвешенном состоянии и это подвешенное состояние будет до тех пор пока мы не сможем продолжить работу на этим же проектом как в народе говорят ждем три зеленых свистка пример мы иногда сидим и ждем назначенного часа следим за временем и подвисаем как будто бы время у нас безгранично до определенной встречи там осталось два три или четыре часа и вот эти два три четыре часа мы в принципе ничем не заняты мы висим в подвешенном состоянии и ждем даты вернее ждем времени когда нам уже стоит выходить выезжать и так далее и тому подобное четвертая ментальная ловушка это реверсия иногда становится ясно что в каком-то деле мы как говорится проиграли и что наши планы неизбежно претерпели неудачу игра закончена время ушло конечно последствия неудачи могут быть сильно пугающей но если и на этом этапе нас продолжает волновать все та же проблема значит мы оказались ловушки реверсии при реверсии мы тщетно пытаемся изменить прошлое примеры это стыдиться того что вы претерпели неудачу это говорите типа если бы это кабы но вот я бы потом ну вот если представился бы случай и как говорится человек так или иначе остается в этом прошлом пятое ментальная ловушка это опережение опережение это ментальная ловушка в которую мы попадаем когда мы что-либо начинаем очень рано делать это тогда когда нам сильно хочется и мы прямо горим собственным желанием сразу приступить к работе к примеру мы опережаем абсолютно все события вы заказали архитектору план своего будущего дома приусадебного участка и пошли копать фундамент выкопали вручную фундамент как говорится план оказался абсолютно не те и вместо того чтобы приступить строить какому-то строительству вы должны еще и закапывать то что вы раскопали и трамбовать шестая ментальная ловушка это противление порой так бывает что даже если мы занимаемся каким-то хорошим приятным делом нам так или иначе надо поменять как говорится курс наших дел в таких случаях правило надо переключить свое внимание на более насущные и требуемые дела то есть выполнить абсолютно другие действия но если в этой точке времени пространством мы продолжаем цепляться за прежние дела мы попадаем ментальную ловушку противление противление это болезнь болезнь под названием ну еще чуть-чуть но еще совсем совсем немного это нежелание это нежелание изменить курс действий под воздействием внешних обстоятельств но яркими примерами может послужить это когда звенит утром будильник но еще чуть-чуть но еще но еще чуть-чуть я посплю ну еще немножко когда мы смотрим хороший какой-то фильм и тут звонок в двери вынуждена надо вставать покидать это любимое занятие как бы на самом как говорится интересном месте и мы опять попадаем в ментальную ловушку противление это погрузиться в свою игру настолько чтобы забыть обо всем вокруг остальном седьмая ментальная ловушка это затягивание другими словами это просто-напросто медлить нередко так бывает что когда мы дали обещание приступить к тому или другому делу нам просто трудно приступить мы ищем какие-то причины то нет вдохновения то нет времени кто я просто не успел на на самом деле мы попали в ментальную ловушку затягивание мы откладываем нужные дела и придумываем несуществующие себе занятия и важные занятия несущественные занятия попросту говоря наш ум просто не хочет переходить к делу и попросту отказывается работать в данном направлении затягивание это одна из самых больших проблем в жизни и в бизнесе наиболее частые примеры к примеру студенты когда делают курсовые работы не за поводу как положено а делают их две ночи за двое суток перед сдачей курсовой да это тогда когда человек говорит я брошу курить я обязательно брошу курить и каждый год в течение года он себе а это обещает он затягивает этот процесс и это называется ментальная ловушка восьмая ментальная ловушка это разделение в ментальную ловушку разделение мы попадаем тогда когда пытаемся делать два дела одновременно мы можем беседовать с кем-то а на самом деле думать о своих каких-то финансовых вопросов и решать там умея вести подсчет ибо когда мы работаем надо все свое внимание сосредоточить на собственных разговоре а если делать это и то и то то не выйдет и не там и нельзя ибо если мы на работе думаем об общении а когда общаемся думаем о работе то в конечном итоге мы ничего не делаем кроме как просто думай наиболее яркими примерами это тогда когда человек якобы думает о своем будущем а на самом деле находится в прошлом если еще ярче пример к примеру заниматься сексом или же накопиться и думать о цвете потолка и что его надо побелить интересно будет ли секс ярким плодотворным и запоминающимся вот в чем вопрос наша личность подвержена абсолютно всем ментальным ловушкам каким-то в большей степени так как сформировано нашим эго умом и пока вы не избавитесь от эго ума ловушки будут возникать снова и снова и снова и не стоит бояться что избавившись от эго ума вы станете непонятно кем наоборот вы станете свободным и не от ментального мусора и от ментальных ловушек в заключение своего видео хочу вам пожелать всего самого доброго мирного неба над головой избавляетесь от своих ментальных ловушек двигайтесь вперед к своей цели не бойтесь подвиснуть главное не подвиснуть главное быстро выйти из этого состояния развивайтесь и будьте со мной а я буду делать для вас все новые и новые интересные видео подписывайтесь на мой канал на ютубе и задавайте вопросы на моем сайте victan.info всего вам доброго до новых встреч ты еще не подписался на мои видео напрасно ибо дальше будет интереснее